К нашей беседе подключается Олег Владимирович Жданов, военный эксперт. Олег Владимирович, здравствуйте. 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 Олег Владимирович, вот прямо сейчас смотрим кадры, как в центре Киева происходят взрывы, видим некоторые последствия. Пока что не можем показать видео для того, чтобы не снабжать врага этой дополнительной информацией. К вам вопрос. Это инициатива Суровикина, обстрелы с неба? Или это как бы инициатива Суровикина по приказу Путина? Как думаете? Я думаю, что в принципе он может быть идеологом этих воздушных атак, потому что это он придумал ковровые бомбардировки. Мы, кстати, его видели. Он же уже один раз не справился. Он же командовал группой армии Юг, когда российские войска штурмовали Мариуполь. Это он предложил вот эти трехтысячные бомбы, и он предложил обстрелы из градов зажигательными снарядами территории завода «Азовсталь». Но, в принципе, к успеху это не привело. Еще неизвестно, сколько бы защитники держались, если бы президент Зеленский не принял решение о том, что надо сложить оружие именно по гуманитарным соображениям, чтобы люди не погибли. Так что, а то, что у него вот эта фишка ковровой бомбардировки, это было в Грузии, это было в Сирии, я думаю, что это и есть сейчас. То есть, по сути дела, получается так, что Суреги тебя уже зарекомендовал в глазах кремлевского руководства, и для того, чтобы... Ну, это его почерк, понимаете. Теперь вот как только начинаются бомбардировки, мы понимаем, что это почерк команды. Не зря же его назначили командующим воздушно-космическими силами. Олег Владимирович, да, видим уже реакцию из офиса президента. Андрей Ермак, глава офиса, как раз реагирует, если его цитировать. Он сказал следующее. Террористы, которые даже этого не скрывают. Тем временем свидетели сообщают, что в результате ракетной атаки горят автомобили мирных жителей. То есть, возможно, даже будут жертвы. Мы пока не имеем информации, но это будет просто какое-то чудо, если жертв нет. Олег Владимирович, скажите, а насколько Киев защищен? Давайте об этом поговорим. Потому что прямо в эти секунды мы являемся свидетелями обстрелов. Смотрите, дело в том, что опять мы возвращаемся к технологическому обеспечению наших воздушных сил. У нас противоракетной обороны нет. Мы противовоздушную оборону используем в борьбе с ракетами. Да, у нас есть алгоритм, как их сбивать. Но вот смотрите, вчерашняя атака на Запорожье, когда был нанесен удар тремя типами ракет из трех направлений, и все, наша система не справилась. Мы видели, какой результат. И сегодняшние взрывы в Киеве – это то же самое. Они с крылатыми ракетами очень тяжело выросли. Чисто противоракетных систем для обеспечения безопасности любого города, неважно, Киев это будет, Харьков, Запорожье, Днепр, у нас, к сожалению, нет. Дроны, Олег Владимирович, вот есть сообщение о том, что это могут быть дроны. Это пока не подтвержденная информация. А надо смотреть по масштабу взрыва. Если взрыв, если воронка, большая воронка, то это ракета. Если воронки нет, ну, такой громкий хлопок, это дроны. То есть разница в количестве. Дрон несет там около 30 килограмм тротила, ракета несет 300 килограмм тротила. Вот в этом разница. Очень нетрудно определить. А тем более, видите, вопрос, если мы говорим, что это дроны, то тогда вопрос защиты, ну, вообще у нас пока что на начальном уровне. Мы сейчас только вот должны получать новые противодроновые системы. И, по-моему, 19-21 октября в Киеве пройдет конференция по безопасности с участием представителей НАТО, где будет рассматриваться вопрос создания антидронового купола над городами Украины. Первый такой пилотный проект планируют сделать в Киеве. Если он сработает, значит, это будет делать во всех крупных городах Украины. Ну, опять же, 19-е, а сегодня на календаре же не 19 октября. Да, хотелось бы, конечно, чтобы уже были хорошие новости о нашей защите, но, тем не менее, мы видим то, что есть теплиотный... Ну, мы констатируем факт с вами, к сожалению. К сожалению, да. Скажите, пожалуйста, вот это новое назначение и вот то, что мы уже видим на данный момент по украинским городам, это Запорожье, это сегодня Киев, это опять Днепр, вот этот стиль, который вырисовывается, о чем он говорит, чего можно ожидать далее? Я думаю, что далее Суровикин будет продолжать в том же духе. И на сегодняшний день, ну, рискну предположить, что на сегодняшний день для него гражданские объекты, особенно жилые кварталы, станут приоритетной целью по сравнению с нашими военнослужащими на линии фронта. Какие запасы есть у России для того, чтобы продолжать подобную тактику, Олег Владимирович? Ну, если мы говорим о дронах, то цифра фигурировала в открытых источниках, что они получили около 300 дронов. Три поставки было этим военно-транспортным самолетом «Тегеран-Внуково». На сегодняшний день больше ста уже использовано, то есть где-то 30% они израсходовали. Если поставок дальнейших не будет, Иран трижды уже официально отрицал это. Но, тем не менее, дроны есть, и доказательства мы представить можем, что это и их производство. Так что по дронам еще довольно достаточное количество. Ну, а по ракетам, ранее говорил наш начальник Главного управления разведки, там тоже по крылатым запасам у них порядка не больше 20%, он называл цифру. Ну, а по баллистическим ракетам, я думаю, что там еще и половины, наверное, не израсходовали. Олег Владимирович, будем еще обсуждать тему Киева. Давайте обсудим в общем ситуацию на фронте. Вы в своем последнем стриме сказали, что группировка российских войск на территории Украины насчитывает примерно 150 тысяч контингент. Расскажите, где, какие БТГ находятся, где сейчас Россия, как вы видите, усиливает свое присутствие? Россия пытается сейчас усилить два направления. Это Херсонская и Харьковская. Они пытаются сейчас создать линию обороны Сватова-Кременная. И там обе стороны, и мы, и Россия накапливают сейчас войска для дальнейшей активизации боевых действий. Они готовятся сесть в оборону, мы готовимся к дальнейшему наступлению вперед. Поэтому вот темп наступления сейчас незначительно снижен. И второе направление – это Херсонская. Они пытаются туда завести любым способом, чтобы пополнить потери, которые они несут на Херсонском направлении. Там они, кстати, тоже перегруппировались. И там десантные части российских войск сейчас пытаются встать в жесткую оборону для того, чтобы остановить наше наступление. Но пока на юге мы продвигаемся, на мой взгляд, быстрее, чем в Луганской области. Опять же, есть еще одна констатация факта, как мы сегодня уже это называем. В Кривом роге были тоже взрывы, и предварительно пишут о том, что сработало ПВО. То есть атака продолжается, и просят не покидать бомбоубежище. Олег Владимирович, если вам есть что сказать об этом, давайте. Да, смотрите, там, где ПВО успевает развернуться и определить направление приближения и количество ракет, там оно срабатывает не на 100%, но, тем не менее, какую-то часть сбивает. Когда для ПВО это становится внезапностью, допустим, если дрон запрограммирован на минимальную высоту и, допустим, движение вдоль трассы. Вот как была информация, что на Белую Церковь они летели вдоль Одесской трассы. И звук дрона сливается со звуком моторов машин, которые идут по этой дороге. И никто не обращает внимания на специфику звука. То тогда получается фактор внезапности, что дроны прилетают, а ПВО не готовы их встретить. Олег Владимирович, мы можем оценивать то, что сейчас происходит по всей территории Украины, и в том числе, если уже в центр Киева не долетают, к счастью, сбивают наши системы ПВО, или дроны, или же ракеты, сейчас выясняем. Мы можем оценивать это как самый, знаете, пик возможностей России на данный момент. То, о чем говорил Медведев про судный день и удары по центрам принятия решений. То, что Бастрыки недавно докладывал Путину по поводу Крымского моста, что это якобы все результат работы украинских спецслужб, и Путин так многозначительно сказал, я понял, якобы следуя перед каким-то действием. Это все, на что они сейчас способны? Как вы думаете? Или есть еще какие-то козыри в рукавах? Нет, но это не пик. Нет, пик возможностей массированных ракетных ударов был, когда было по 60-70 ракет за один пуск. И когда вся страна была во взрывах, и мы не знали, с какой стороны и сколько их ловить. Вы про первые дни войны, Олег Владимирович. Правильно я понимаю? Что-что? Вы про первые дни войны говорите сейчас. Нет, почему? Вы вспомните, когда была летняя атака, когда было 74 ракеты выпущено. Вот тогда был пик ракетных ударов. Сегодня это уже агония раненого зверя. Они не могут сегодня позволить себе массированный удар в 20-30 ракет. Нет. Видите, да, они еще могут себе позволить 10-12 дронов по одной цели запустить. Но и там по одной... Смотрите, как по Запорожью вчера была. Одна Х-59 и одна Х-22 для рассеивания внимания систем ПВО. И атака дронами. То есть это уже нет. Это не массированные удары. И это уже не пик. Это уже на спальне. Они еще пытаются огрызаться. Надо сообщить о том, что есть травмированные и, к сожалению, погибшие в результате этих попаданий в Киеве в разных местах. Об этом сообщает пресс-служба по спасению государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, фактор внезапности всегда приводит к жертвам. Главное, чтобы избежать этого очень тяжело в условиях такой активной войны. Но давайте в любом случае призовем людей соблюдать сейчас все правила воздушных требований. Самое главное подумать о себе. Задать вопрос, готов ли ты подвергнуть свою жизнь и здоровье риску. Или лучше пересидеть несколько часов в бомбоубежище. Тем более, Олег Владимирович, я понимаю, если это удар дроном, то он не настолько разрушителен. И действительно, даже если в бомбоубежище находиться, то жизнь можно спасти. Да, абсолютно правильно. Это не ракетный удар, который приносит намного большее разрушение. Так что призываю еще раз, не игнорируйте. Спасибо вам огромное. Олег Владимирович Жданов, военный эксперт, был на канале Freedom.